Привет, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Что-нибудь новенького хочется? Я вам сегодня расскажу про растение, которое мало распространено. И называется оно пенстеман. Иногда пишут большую статью и просто рассказывают о том, что посадите у себя в саду пенстеман, и вы не нарадуетесь. Но дело в том, что для информации, что существует 250 видов пенстемана. И все они отличаются совершенно между собой. Есть карликовые, которые растут в горных областях. Есть те, которые, наоборот, приурочены к более сырым местам, к кислым почвам. Кому-то надо щелочная почва. Поэтому самые распространенные их видов 6. Но я остановлюсь на 3, ну и плюс 1. Я думаю, что уже этого вам будет достаточно, чтобы полюбить пенстеман. Чем он хорош? Он очень похож на львиный сев. Но в отличие от львиного зева, зева в средней поросе, он является многолетним растением. Самый распространенный это пенстеман бородатый. Пенстеман парбатус. Высота его до метра. Окраска розовая, светло-розовая, красноватая. И рыхлые такие, паникающие соцветия кисти. С очень красивыми цветочками. И может показаться, что оно изреженное, но если посадить их в несколько компаний из нескольких штук, например, 3,5, то это будет смотреться очень шикарно. А еще пенстеман бородатый можно посадить в напольную вазу с какими-то другими растениями. И тогда он будет не спадать. И это тоже будет смотреться очень эффектно. Период его цветения начинается где-то с середины июня. И если обрезать цветающие соцветия, то он будет цвести в принципе до сентября, середины сентября. Согласитесь, для многолетника это хорошо. Но сорта, выведенные на основе этого вида пенстемана бородатого, они могут обладать и другими характеристиками. Они уже могут быть разной высоты. Например, такой пенстеман сорт Ронда, у него высота всего лишь 40 сантиметров. И удивительные гиацинтоцветные такие соцветия, плотненькие, с красновато-фиолетовым оттенком. Очень эффектно смотрится. И еще за счет того, что листва у них полувечно зеленая. То есть она часть остается к весне, часть пропадает. Считается, что он не очень-то и многолетник такой, и малолетник. Но это смотря в каких условиях, как у кого получается. Можно выращивать его из семян, но все-таки лучше приобрести уже готовое растение. Потому что семена всех видов пенстемана, они сходят очень неравномерно. Это немножко раздражает. Такие вот, вроде бы и много семян посеял, но сходы не быстрые и не дружные. Где-то в течение месяца надо ждать, пока они прорастут. Следующий вид пенстемана – это пенстеман дигиталис. Мы помним, что дигиталис – это наперстянка. Значит, пенстеман наперстянковый. Его высота тоже может достигать от 80 до даже 120 сантиметров. Это уже вполне себе зимостойкий многолетник. Очень красивая листва. И красиво смотрится в метелках нежно-лавандового цвета цветочки. На фоне этой темно-зеленой листвы, которая к осени становится с такими вкроплениями бортового. Вот из, допустим, из 10 растений. Они будут неравномерно окрашиваться в течение осени. И это будет смотреться очень великолепно. Начинает зацветать также в июне месяце, к концу июня месяца. И цветение длится уже до октября месяца. Но не забывайте обрезать. Листья вечно зеленые и такие кожистые, блестящие. Поэтому вот растение эффектное, очень красиво будет сочетаться с какими-то другими растениями. И только само по себе. Следующий вид – это пенстеман хардвега. Очень приятный. Но он уже не такой зимостойкий. И в принципе, можно сказать, что лучше его выращивать как однолетник. А можно сохранить, пересадить его в какую-то емкость, перенести в помещение, обрезать цветающие соцветия, если вы не хотите собирать семена. И сохранить до весны. А потом где-нибудь в феврале месяце, в марте месяце зачеренковать. И получится очень много растений. Потому что не везде зимует. И не всегда удается даже под укрытием его сохранить. Но я бы не сказала, что это большая проблема. Цветение его длится очень долго, бесконечно. Тут он как будто бы соревнуется с тельвиным зевом, про который я говорила. И зацветает тоже в июне месяце. И в октябре месяце, до самых-самых морозов, он будет радовать глаз достаточно интенсивным пышным цветением. И если вы выращивали из семян, то может при позднем посеве даже и не успеть зацвести. Тогда непременно, конечно, придется его забирать. Ну и такой вот еще один не то чтобы вид. Это уже пинстэмон гибридный, многочисленные гибриды. Их, конечно, на нашем рынке маловато. Но можно, конечно, найти. Может, они еще будут появляться и появляться. Можно у любителей поинтересоваться. И он создан в результате различных межвидовых скрещиваний. И тут они уже, конечно, уникальные. Эти растения гибридные, многочисленные сорта. Я знаю любителей, у которых просто коллекция гибридных пинстэмонов. Они стройненькие, с красивыми и изящными листиками, с выточенными соцветиями. Но их тоже, конечно, придется сохранять, потому что зимостойкость у них не совсем высокая. Где-нибудь в теплых регионах, то, что называется зона зимостойкости, и она будет, допустим, от 7 и выше, там они будут чувствовать себя замечательно. Но в средней полосе условий в Беларуси ведут они себя так себе не совсем надежно. То, что касается... Ну, вот я описала, что они такие красивые. Давайте-давайте выращивайте. Руку на сердце положу. Скажу вам, что вот они такие средние по заботе о них. Ну, в целом хлопот особых не доставляют, если все у них совпадает. Они мало требовательны к условиям произрастания. И один из таких плюсов то, что им не то, чтобы кислая почва нужна. Ну, такая в меру кисленькая, как, допустим, практически на всей территории Беларуси, и почвы, которые родные, они слегка подкисленные, кисловатые, то это будет замечательно. То есть не надо никаких дополнительных усилий по какой-то особенной почве им создавать. Полив умеренный, хорошо, чтобы был какой-то дренаж, чтобы не было застоя воды. Почва рыхлая. Добавить там какого-нибудь компостика, если линистый песочек, чтобы она была рыхлая водо-воздухопроницаемая. Место солнечное. Ну, допустим, перстянковый пинстем, он переносит легкую полутень. А так, в целом, больше хлопот они вам доставлять не будут, кроме радости. Выращивайте себе на радость. Всего хорошего. До новых встреч.